Универ Ньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты мы поговорим о многогранном мире искусства, образования, научного будущего. И не только. С вами Аделя Шамилова. Итак, поехали. Наши астрофизики первые приучили к рукам межгалактическую плазму. Молодые журналисты узнали, как началась карьера Жанна Агалаковой. На поверхности Земли нефтяным загрязнением не место. 15 июля известный тележурналист спецкор первого канала США Жанна Агалакова провела мастер-класс для студентов в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. 15 июля Казанский федеральный университет посетила известный журналист, специальный корреспондент первого канала Жанна Агалакова. Уже третий год подряд Жанна с семьей мужем итальянцем Джорджи Савона и 14-летней дочерью Аличи путешествуют по России. Они были с Агалаковой и во время творческой встречи в КФУ, снимая происходящее на камеру. Мы путешествуем. Мы просто хотели бы, чтобы наша дочь видела Россию, поскольку у нее не было такой возможности на протяжении ее 14,5-15 лет. Только первые три года она была в России. Жила потом в Париж, потом в Нью-Йорк. Но она русская, между тем, по паспорту и по маме, как минимум. Но у нее не было возможности видеть и чувствовать, что такое Россия. В этот раз Жанна со своей семьей решила посетить Мурманск и Казань. В ходе ее пребывания в Татарстане она уже успела посетить Казанский Кремль и форум Салет. Мы были вчера в лагере Салет, и мы были просто в абсолютном восторге. Нам там понравилось все. И то, что ребята изучают родной язык. И то, что они на этом языке изучают мир. И то, насколько они активны. И то, насколько они все позитивны. И то, насколько им все интересно. Даже моя дочь, она сидит в первом ряду. Ей очень захотелось там побывать. В начале встречи Агалакова рассказала о своем творческом пути. Дав студентам главный совет быть смелыми, не держать свою мечту в кармане, а всеми силами стараться ее реализовать. Телевизионный язык, устная речь, отличается от речи письменной. В письменной речи можно как толстой. На полстраницы одно предложение. Потому что есть возможность вернуться, перечитать какие-то блоки, выделить в цитаты. А в телевизионном языке нет такой возможности. И вообще надо, как по Булату Акуджаве, каждый пишет, как он дышит. Вот как дышите, так и рассказывайте историю, которую нужно рассказать в телеформате. После окончания разговора, который прошел в формате вопрос-ответ, Агалакова сделала селфи со всеми желающими. Диана Шилова, Леонид Влитяров, Универньюз. Казанский федеральный приглашает студентов вузов Российской Федерации к участию во Всероссийской Олимпиаде по оказанию первой медицинской помощи. В Олимпиаде смогут принять участие студенты как медицинских, так и немедицинских направлений подготовки вузов России. Подробнее об Олимпиаде расскажет Анна Глазунова. 12-13 октября в Казани пройдет Всероссийская конференция о Казани скорой и неотложной медицинской помощи на современном этапе достижений и перспективы. Участие смогут принять студенты различных регионов России. У нас в институте родилась идея, что параллельно с этой конференцией провести Олимпиаду для студентов по оказанию первой медицинской помощи. Сейчас идет прием заявок на участие в Олимпиаде, которая пройдет на базе Центра симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицинной биологии КФУ. Олимпиады включают в себя три этапа. Первый – это визитная карточка, где студенты должны будут представить свою команду с уклоном на оказание первой помощи. Второй этап – теоретическое тестирование. А третий – это демонстрация практических навыков на медицинских симуляторах и манекенах. Студенты смогут проверить свои навыки и умения при оказании первой медицинской помощи при ДТП, сделать сердечно-легочную реанимацию, изготовить импровизированную шину и другое. Участвовать могут команды как медицинского профиля студентов, так и студенты немедицинского профиля. Связано это с тем, что особенность нашего симуляционного центра такова, что мы единственные в России в симуляционном центре обучаем студентов немедицинского профиля по принципам оказания первой помощи. 29 апреля прошел первый этап этой Олимпиады на базе симуляционного центра, где участие приняли практически все институты Казанского федерального. Такое мероприятие необходимо проводить регулярно, ведь умение вовремя и правильно оказать первую медицинскую помощь может спасти жизнь и сохранить здоровье человека. На месте происшествия от того, как прохожие, как свидетели себя поведут и как окажут первую помощь, часто зависит от этого жизнь пострадавшего. Принять участие могут все студенты Российской Федерации. Для участия необходимо зарегистрировать команду на сайте smpkazan.ru Анна Глузнова, Роман Самарин, Универ-Ньюс. В течение трех лет на финансирование проекта КФУ предусмотрено по 5 миллионов рублей ежегодно. Подробнее о проекте расскажет Арина Михайлова. Каждую минуту в мире добывается более тысячи тонн нефти. Однако люди даже не задумываются о том, что ждет нашу планету в будущем. Ученые Казанского Федерального Университета проводят фундаментальные исследования, которые в будущем помогут реализовать технологию очистки почвы при нефтезагрязнениях. Молодые ученые Института экологии и природопользования Казанского Федерального Университета выиграли в конкурсе Российского научного фонда проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых президентской программы. Ежегодно в течение трех лет на финансирование их проекта предусмотрено по 5 миллионов рублей. Нефть является смесью углеводородов различного характера. И, как мы знаем, загрязнение нефтью и нефтепродуктами – это серьезная экологическая проблема, одна из самых серьезных на сегодняшний день. Такую экологическую проблему решает данный проект. Ученые Казанского Федерального Университета обнаружили, что при нефтяных загрязнениях имеются микроорганизмы, которые способны разлагать углеводороды, обеспечивая самоочищение почвы в случаях незначительных загрязнений. Оказывается, у природы есть свойство самоочищаться от нефтяных загрязнений, особенно если их количество не очень велики. Происходит это за счет действия так называемых углеводородокисляющих микроорганизмов, которые в норме потребляют углеводороды почвы, то есть вещества, которые в почве присутствуют всегда, только в небольших количествах. А если почва попадает нефть, то они способны переключаться на нее, как на источник углерода, и потреблять ее. В результате исследования ученые Казанского Федерального Университета хотят узнать, зависит ли состав некоторых микроорганизмов от характеристик почв. Кроме того, планируется исследовать, зависит ли увеличение численности углеводородов при нефтяных загрязнениях от этих микроорганизмов. Полученные результаты в ходе исследования станут основой для разработки технологий очищения почв от нефтяных загрязнений. Арина Михайлова, Леонард Авлетьяров, Универньюс. Много тысяч лет назад в глубинах далекого космоса бушевали такие масштабные явления, что «Звездные войны» покажутся вам безобидной сказкой. В университетские ученые первые узнали, как приучить к рукам загадочный космический элемент. Для чего и кому это нужно, вы узнаете прямо сейчас. Вопреки расхожему мнению, космическое пространство не является абсолютно пустым. Вся наша галактика заполнена веществом, известная как плазма. Данный элемент играет важную роль в эволюции Вселенной, так как именно из него образуются планеты и звезды. Ученые со всего мира пытаются объяснить загадочную природу процессов, которые происходят в разряженной плазме. Но тут же сталкиваются с проблемой необходимости моделирования загадочного вещества. Ведь натуральные эксперименты довольно дорогостоящие. Молодой ученый астрофизик Казанского университета готов представить общественности свое видение решения злободневной проблемы. Александр Шемахин усердно потрудился и создал абсолютно новую математическую модель, которую можно применить как в фундаментальной науке, так и для усовершенствования научно-исследовательских материалов при производстве. Ну вообще разработка математической модели, она позволяет усовершенствовать методику обработки, усовершенствовать параметры обработки и так далее. То есть вообще помочь, можно сказать, производителям отчасти. Если, к примеру, обработать плазмой материалы, из которых состоит скафандр, он будет лучше защищать космонавта от радиации при выходе в открытый космос. Защитные свойства обшивки корабля также можно усилить, если обработать материалы, из которых она состоит плазмой. Благодаря разработанной в Казанском университете математической модели, параметры плазмы можно будет численно менять и уменьшать расход энергии. Ученые Казанского университета стали первыми, кто разработал данный проект. Можно моделировать процессы в межзвездном пространстве, в ионосфере. Мы занимаемся течениями плазмы, и поэтому расчет потоков в ионосфере, это, в принципе, доработав эту модель, можно производить вот эти расчеты. Модели способны изменить сотни экспериментов, экономят время и деньги. Трудно усомниться в значимости данного исследования и активной роли плазмы как существенного компонента в протекающих процессах таинственной звездной системы. Аделья Шемелова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Аделья Шемелова. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова